Привет, друзья! Вы на канале Flaming Vaping и сегодня у нас обзор на механический мод Consfor от Лиги Негодяев. И обзор будет строиться следующим образом. Те, кто хотят посмотреть на него поближе, могут посмотреть отдельный клоузап и ссылочка на него будет где-нибудь вот здесь. А здесь я расскажу свое мнение о нем, как он приезжает и тихонечко пробежимся по конструктиву. Погнали! И обзор будет строиться следующим образом. Итак, приезжает механический мод в вот таком тубусе, где мы можем найти только сам мод, тряпочку, которая не чистит, на ней есть только логотип самого Consfor, он нужен только для фотографий, и маленькая инструкция, где вы можете прочитать, какие батарейки можно под него использовать, и если вы понимаете в английском, конструктив его. И сначала мы начнем с дизайна и внешнего вида. Дизайн его мне очень нравится, но тут уже на вкус и цвет товарищей нет. Если он вам реально понравился, вы задумываетесь о его покупке. Коннекторная площадка. Тут возникла некая мистика, потому что наши российские шопы утверждали то, что он 24 мм в диаметре, в том числе вейпхаус или бобилон. А за рубежом говорили, что он 25 мм. И когда он мне приехал, у меня возникли некие трудности по выбору атомайзера на него. И после некоторых замеров выяснилось, что он 25 мм в диаметре. С точки зрения эргономичности этот механический мод мне очень нравится, потому что за счет этих пропилов он просто идеально ложится в руку. А эти горизонтальные срезы просто шикарно позволяют... просто шикарно позволяют вамль. Позволяют шикарные пропилы, позволяют мне держать его в руке. Спасибо, пропилы. А горизонтальные пропилы просто шикарно ложаты в два пальца. В два пальца. Кто держит моду двумя пальцами? Женек, ты знаешь таких людей? Дальше у нас кнопка Контакт в кнопке это полусфера И сама кнопка магнитная Ход кнопки мне нравится Вентиляционные пропилы в ней довольно большие И их меньше, чем в других версиях скандалов Но Я ненавижу, блять, магниты И сразу скажу, что в этом моде Меня порадовало почти все Вплоть от кнопки до эргономичности, дизайна и тому подобное Но еще меня удивило то Что когда я выбирал механический мод Мне все говорили о просадках То есть чем меньше в нем резьб Чем меньше в нем точек контакта Тем лучше То есть широкая площадь контакта Позволяет моду лучше жарить Но здесь у нас не гибридный коннектор А коннектор представляет в себя просто шарик внутри То есть тут у нас две точки Плюс две резьбы 510 и сам гибридный коннектор Внизу у нас еще одна резьба Сама кнопка И контакт полусфера То есть опять же точка И все равно этот мод жарит И мне это нравится Еще в этом моде меня порадовало качество сборки Все резьбы сделаны просто шикарно Шаг между ними достаточный И на кнопке вообще всего три витка Потому что раскручивается она идеально А не порадовал меня сам пин Потому что он представляет в себя полусферу И он очень сильно гробит атомайзеры Потому что бьет только в одну точку Появляются черные точки Их надо довольно часто чистить Хотя это проблема почти всех скандалов Погнали И друзья я замечу что я довольно часто сижу в группах многих шопов В том числе в вебхаус Где люди спрашивают о этом моде Стоит ли его брать Что он вообще из себя представляет А в комментариях им отвечают что Этот мод проигрывает по жарке Например тому же рогу Но друзья он в принципе не должен жарить Потому что это не компетишн И производитель его таким не позиционирует Лиг оф скандалов здесь позаботились о безопасности Установили два пек изолятора И негибридный коннектор Что позволяет использовать даже баки с невыпирающим пином Например петри рта Недавно вышедшую Которая мне очень нравится Ну ребят давайте подытожим И решим что этот мод вообще из себя представляет И стоит ли его брать Этот мод не подходит для соревнований Но зато хорошо подходит на каждый день То есть он латунный Он не нуждается в постоянной полировке и чистке В нем позаботились о безопасности И установили два изолятора Поэтому на каждый день он подходит идеально И выполняет свою задачу на 10 из 10 Для соревнований он не подходит еще раз А стоит ли он своих денег Около 165 долларов в розницу Или 10 тысяч в магазине вейпхаус Думаю да он полностью оправдывает свою стоимость Учитывая то что он от американской компании Лиг оф скандалов и в нем шикарно все выполнено То есть качество сборки Дизайн все на уровне Да он стоит своих денег И я его рекомендую Ну ребят с модом и закончили На этом все Не забывайте подписываться на канал И запомните что у нас есть целый плейлист для новичков Где мы посвящаем людей культуру вейпинга И помогаем бросать курить Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok